оператор что там по традиции лови песню за всю одессу черноморская дайте в ночи навевай сладкие сны песни ты распевай город светлой моей первой мечты и везде и всегда слышу голос твой ты волною звенишь ты шумишь листвой не напрасно ты зовешь ты действительно хорош переставить или но хорош ах одесса моя ненаглядная без тебя не смогу я прожить у дня не душой молодеть не шутить не песни петь не шутить не песни короче друзья ки всем привет из одессы они не подожди постой друзья всем привет сами детский банк привет мои хорошие акты друзья ки опять на привозе погода мама дорогая но я упаковался таки шикарный вид комплект на мне английская 6 грей даже в одессе друзья ки что смотри опять начинаем и отсюда все хотел сказать уже пахнет асфальтом ты понял там его только делали а тут он уже есть благоустройство реконструкция города проходит под чутким контролем короче ну не то чтобы нас но вы все видите сзади на что происходит растет цветет и пахнет потихонечку привоз с обратной стороны но погнали бы посмотрим чем пахнет внутри брюза а узнаем почему здесь помидоры там рыба то все нам сегодня нога будет слушать такая именно прям аж очень английская в рот лезет много мяса пойдем там поищем хорошие шикарные задницы от барана эх ты шурпа намечается интересно и шашлык тоже никто не отменял что еще говядер надо будет то солянку же не сказал будешь варить ребята короче такой маленький спойлер на выходных в субботу буду варить в казане вот настоящим этом узбекском чугунном похмельную солянку так что можешь смело отмечать ну и в субботу ко мне на похмельную солянку ай да друзья всем привет из одессы погода сегодня мама дорогая но это у ребят тоже тачка и у меня идем катюня скоро по этим новым рельсам побежит трамвай ты понимаешь что я хотел сказать свои там уже пахнет остановочка вот этот бордюрчик называется туревенская остановка что-то такое короче на возвышенности теперь господа пенсионеры будут с легкостью и комфортом прямо вот не запрыгивать а ходи залазивать до 2 и все будет нормально удобно замечательно идем к саше зайдем саша тот как это известный интересный рыбак моряк который торгует на привозе липован зайди ко мне у меня такие для тебя и сюрприз деликатес черноморский покажу вот тут моряк фельняшки короче нам поговорю чем с первого класса ли вы торгует не хихика это правда в одессе не брешь вот ты мне было здорово пишу я тебе сейчас мегалодону покажу 10 здрасьте утро доброе ахи рыбалка удалось да ты все катюня мама дорогая смотри килограмм 12 наверное шаранчик движ дикий дунайский золотой влезет в наш дозвонил дозвонился фотографии да 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 и потрогать деликатес это елки-палки ладно не для меня да я хоть людям покажу что такое бывает как я скажу александр катю не отгадай что это это не щучья это не золотого иранского осетра это деликатес черноморский елки-палки так пишу это икра бычка ребята вы не завершена вот такая есть одуремная то ты что я надеюсь ни один бычок не пострадал аккуратненько сдали ли отпустили да так ты аж руки дрожат такое держать так ну потрогал и спасибо что почетный секрет вот целая банка с горкой да давай я катю катюшка на я чуть-чуть вот там ровно на 1200 осталось держи она уже соленая это бомба ох она взрывается очень вкусная сейчас наберет это первое сейчас наберется он еще вкуснее слышь я с этой палкой базар уходить чупа-чуп с такой с привозом картина маза огласик почем это 250 это 200 это 200 короче да да вот эта девочка это мальчики чего с ней делать эх ты деревня что с ней еще делать хочешь жарь хочешь варить так я и готова мастер-класс у тебя что селедка разлетается что глазики это ножичек вот такой специальный добавил руки скорее с руками это вообще просто комплект все раз и готовы погнали успехов тебе мы идем дальше что пошукаем поинтересуемся почем в одессе помидоры я задел новую шляпу чтоб думал меня не узнать брази доброго утра до что я хотел сказать за сома есть еще остался я его когда ел я вот мысленно ваши руки целовал блин реально вкусно как говорили короче и без на самом деле рыжники только люди нам подсказывают что он не совсем канадские короче там у него кто то есть интересное название канальный вот а мы забыкать и придумали новое название канадские короче не ребята мы конечно извините пусть лучше остается канадским таки шикарно звучит правильно анжей 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 значит покупал и говори вот липована вижу все время а катю и мы его пообещали анжей смотри у меня катюня такая же красивая как баба катя вот смотри короче представляет то я вас умоляю это вас просто шапка такая интересная пока ли как приходи в архимус королева 88 дроп 1 и увидишь оператор правильно катю не а лучше заходи за девочками убери всех вместе и приводи ко мне да сделаем шикарный вид до лобань какой 120 катюша c31 готовый люля кебаб из рыбы вот так вот одеваешь его на шашлык кстати надо попробовать так кто-то делал и крутится наверх или сам так карпа 50 по 70 филе очка судачок 150 привоз на что баба как бабы кафе ну сходи до возьмем мастер-класс как карася начислить мастер-класс возьму а я не знаю как он там их чистит это страшного чуть-чуть летит сегодня холом домор возрождан все вы ждали Не так как холодно, как вот это ночью дождь было, и оно с сыром, еще и весом. Все, увидели вас. Что? Охотились на меня, все, говорит, увидели вас. О, смотри, у нас тоже такие перчики придаются. Ох, ты шо, как в Турции, да? Ну, она закончится, придем сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Я бы перец еще взяла. Тоже на обратном пути? Кого? Перец. Ну, хочешь, нет, давай на обратном, на обратном будем идти, почем, 20. Нет, перец 50. Тоже на обратном пути? Нет, нет, ну, ships. Сейчас я говорю. Нет, нет, нет. Это все, берем. что это привозная барахолочка да ты помнишь мы тут у мадам понтолоны покупали ну конечно сколько там час минус плюс 2 то и дихо ладно все сережка шо рыбалка моя блесна тебе нужно вот такая капелька интересная сережка слушай но это двойная тоже такая была все твои ложки улетели такой наборчик продавался в олимпийцы были классные блесна одна из них такая виде капли вот она ловила в любое время и солнце не солнце зима и лет а сейчас уже перестала ловить да сейчас уже воблеры появились там всякие разные твистеры под это нет ничего леперы и короче раньше просто тупо были блесна понимаешь все и клевала на них ложка обыкновенная ручку от привил две дырочки сделал вот она ребят ее когда крутишь кучаш волны такие расходятся на нее все кидал и даже карати очень дикие смотри слушай ты хотела на барахолку на выходные дождь был а тут тебе есть барахолка 30 и только не потратить деньги нам надо на мясо оставить а то сейчас найдешься новогодние игрушки особенно ватные даже в этот раз нет ни одной не попалась красавица они не едят что-то карасяй скажи ты меня пожарь вот я может быть тогда и всем что ты меня завел сегодня с другого входа сережка что ты там увидел на а ты что любишь что как и на водоросли эти полезные морская капуста почему сегодня а давай возьмем ну возьми грамм 300 и маме 200 то не не надо бери себе когда маме 300 и нам 200 что возьми полкило поделимся конечно в два разных пакетика бери а корейская морковка в какую цену а все по 10 гривен 100 грамм а ушки главное чтоб ушки сереже а потому что это у меня потому что это у меня катюнька любит поэтому не боится хахахахахахахахахахахахаха европу не пут leurета гони ли они гоню сереж конев бери а тебе вот только еще топора не хватало зачем нам 2 а почем сегодня на посмотри вход в катакомбе елки-палки а это лопатка лопатка 170 садок 190 садок мягкой клести у вас какие цены 190 садок? нет садочек можно 180 садок если хотите я сделаю 180 садок шикарный половинку, целый это все с молодых ягнят, цельное мясо даже смотрите понюхайте, посмотрите все садок ну ты уже везде спрашивай, ну шо ж ты тебе с хвостом надо или без хвоста? хвост это не просто, там же скурты все хвостом добра утра а елки ватные игрушки, ты понимаешь? вот такую бы на елку повесить да тут одна один жир это драгоценность а не один жир ну не знаю я прямо одеяло пусть простят меня любители этого жира ну красиво конечно, но а ты сейчас так говоришь, понимаешь? логнокровно а у людей сейчас потихонечку ты думаешь? люди напишите, на самом деле у вас вот так вот это вызывает слюноотделение да да самый цилис да ты еще, но Гайричи точно плачет, когда ты видеосъемку ведешь все в деталях, красивенько был бы зум сейчас бы только так вот у меня, у меня руки, у меня руки вполне работают, почти как зум руки влазят, телефон не влазят не переживай, да если надо будет, я засуну сережкой и телефон тоже я не могу смеяться, там еще не зажило а что мы сегодня хотим узнать, по чем мы работаем? 190, вам 180 вот как там сказали 180 давайте за 170 а мы возьмем аж две нам надо я понимаю, я не могу, если 170, то на то что постарше а это молодые и они сегодняшние они какие вот чистые и еще те, что стоят 180, они обычно с копытками и тут вот эту всю пленку всю эту пленку не снимают а тут все зачищено внутри нету вымени то есть оно все чистое Катюня, ну и штаны, елки-палки ну да я знаешь, что я хочу с ними сделать? не знаю вот на гриль, короче ты может помешался со своим грилем? да, мне хочу такой гриль подогнали хотя я теперь хочу там все жарить все равно я вам сделаю скидочкой да, говорили скидочкой да, да, мы на воде мы будем и шашлык делать, и ля делать и шумпу делать и солянку в субботу, да? в субботу 18 числа приходите все к нам на солянку здесь что-то здесь что-то, да? а если мы сейчас здесь у меня уже со скидкой уже получится и только здесь что-то а я не знаю ладно, что-то ходим везде покупаем у вас я знаю что с ней сделать? я могу ее сделать пополам отделить в мякок или распилить ну не, ничего не надо делать или хотя бы пополам сделать, чтобы вам было удобнее да, она из меня войдет давайте вот так вот мы там сам ее порубим разрубим все, мы только эту берем, да? в дверном надо ты уверен, да? свеженький только заехал в Одессу, да? угу кто-то, наверное, целого купил навертил да, да они сейчас разберут его и пойдет красавчик ох, мощный сало сколько а пацаны там что-то уже работают хотя они здесь, мне кажется, и домой не уходят все здесь работают эй, ребята а, еще отчетки, терки, елку-палку салют что у вас новый стенд? специально для терок? да, у нас асма асма марафет марафет а так иди вот еще терки разобрали? нет, есть шутки нет а, вот они, помилоши елки-ребалки а люди пишут, блин, что такие внимания, где только в Одессе, чтоб ты понимал со всего мира пишут, ты шли, ты шли, ты шли, ты шли стараемся есть на месте терки терки, есть скоро Новый год, так что под заказывайте подарки телефона, как всегда, Сереге, я наставлю что-то на почте прописался, нет? а, так, баранчика готовили я баранчика взял, чтоб ты понимал короче, тут у меня, Полин, такая лярка не буду разворачивать а это именно счет поварской нож то есть для приготовления сурбиса 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 да, видишь, я благодаря тебя уже и название выучил слушай, мы только из Турции приехали, а турки за нами, ты понимаешь? так и стелятся а ну держи оставься смотри чем хороша здесь ручка, тем что здесь ручка, она не считывает ни жир, ни влагу то есть это немаловажно ага потому что, допустим, деревянные рукоятки, как бы их не обрабатывать они все равно потом дают она впитывается в просадку и начинают, допустим, в щелях забиваться всякая бактерия и так далее а здесь именно профессиональные ножи, которые предназначены а ты что? а вот мне бы всегда интересовало это вы так брейте или они уже приезжают нет, есть которые готовы, а есть которые мы доводим ёшкин ты кот да блин ну я думаю, им понравится будет такой нож вспомогательный на кухне да да ну да, обычно ножа, блин, ничего я верю просто в апирозные бумаги а летом обычно мы показываем твои волосы да я думаю, что у тебя в конце мая уже руки лысые ну, лысые, лысые, не успевают так, это раз, это два красотища да ты что, ну, чтоб ты был здоров, слушай от тебя без подарков не уйдешь, короче Катюне есть такая традиция а это я в архиват повезу да как это? будет мистить на кухне на самом видном месте причем ведь с этим будет ветка будем постоянно что-то работать ну ты что, красава Тюня и ребята, что вы, короче, не думали, что там по традиции все, денежку отдал за нож как должен на регулярно, ножи аккуратненько продают я когда с той штука я тебя ушел а вы на нее шинковали понятно важно маме мы уже насолили теперь домой не мешала бы до сережка осмотри смотри срезается вот такой вот и поехала нас по всей то есть по всей уже можно и засолить но скажи сколько прошло ну секунд 20 и уработал весь качан если кочерыжка туда же пошли покупать капусту спасибо сейчас будет мастер-класс про эту вот нашумевшую штуку короче и германию в америку просят даже виндию две штуки отправил потихонечку смотри мастер-класс на что способна вот этот волшебная терка я другому удивлен неужели короче их нигде нет только у нас в одессе вот этим мы отличается от всего мира понял смотри короче неподготовленная сразу распечатал пошел брить да так первая часть и что делает чистит и нарезает капусточку в обе стороны сразу за счет его слушай а какой срез идеальный то есть катюня волшебство вот таким легким движением то есть можно на две стороны так это одна часть 1 до 2 часть чистит овощи слепа морковь сельдерей и так далее 200 гривен такая хозяюшка почистили морковочку она она экономочка я хочу посмотреть еще прозрачность и ничего лишнего нет ты видишь таким же образом можно даже по сыру допустим про и провести и нарезы тоненький цветок пишу а потом это просто сильненько зато можно украсить стол просто прелесть сделать из него шедевровые ножи как раз вот они предназначены для декорации делаются вот эти вот срезики теперь вторая часть собирается устанавливаем там где происходят слайсы и нарезка звезды сады какие обалдеть короче она хорошая с этой подставкой она необыкновенно полезно это еще и для рук безопасно да луковка вот смотрите если допустим чистим лук только оставляем обязательный корешок тогда лук не рассыпается на части а вот в виде держателя используем обычную столовую вилочку вот таким вот образом раз сверху прям тогда рука не чувствует дискомфорта и поехали еще хорош хорош остановить за секунду на 1 волос не осталось не полезно сады чуть-чуть буквально вот это да да я покажу что хочу сейчас что тут показывать бери кушать же можно допустим редисочку накрошить а ну под глазки себя положи да 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 я себе так и хотят что его глаза делают холодная но какой ты сразу будешь красивый молодой сережка так и пойдем сам не без этого вторая сторона дополнительно зубья которые рассекают корнеплоды и получаем вот такие вот срезы к морю тебе корейская морковка а также корейский булечок корейская свекла корейский сельдерей корейская все сделано в одессе а ну-ка ребята смотрите медленно запоминаете вот такой себе интересный мастер-класс еще что-то лука яблоко киеве можно делать вот такие вот красивые штучки сейчас впереди оправление сталатиков и так далее то есть а ты что мама дорогая да 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 потом желток достал туда паштетикам намазал и вот такая красивая красота у тебя уже на столе и все это умеет одна вот эта вот вещь реально не умеется и петли операции но это не то чтобы реклама после я вижу что людям такое нравится его же дальше до 100 по полной программе чтобы нам были здоровы конечно кто это придумал нет это немцы да и немцы заказывают себе ребята знаете почему то вы тоже вас нет привоза у нас на привозе все ну весь мир вот сконцентрирован в одном месте вот нам повезло да одесса мама чтобы она была здоровы такое имеем счастье ну шикардос давай слушай шоке хотел сказать вот нам недавно приезжала людмила блогерша из германии подарила деда мороза евро стоил ее прилет сюда короче 10 евро и сколько там на эту штуку и еще там два евро и за 12 евро туда сюда и короче слетаешь а еще и ко мне на карася забегай королева 88-1 город одесса ждем пароль короче придешь стеркой так я тебе еще и скидку сделаю но мне на ужин мясо сваришь хорошо и капусты тоже натереть черешка мы пойдем или будем стоять это погнали к девочкам я с того раза у меня просто в глазах сфотографировалась когда мы тут он сало покупали эти копченые куры тихо 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 идешь на ушах не всех разобрали ты боишься что тебе не достанется да а что это вас такое сколько грибочки но возьми чего-нибудь начать давайте вот то что как это для иммунитета нам не 5 на 100 не надо ну добрый добрый только нам один давайте хорошо давайте 2 да нам не надо на 100 а зачем нам одинаковые на 200 перебьетесь нам надо на 50 гривен вот возьми на 50 а где вы взяли серьезно сережка бери на 50 сказала я вам все отдал но грошей у меня нема правильно все заряды вот здесь что нема здесь копеек осталось до свидания спасибо он вот две недели не спал понимаете а шо ты так ну как-то это самый хоть бы разделил конкурирующая фирма главное чтоб свежая а вот эти вот сидячие где почем я не спасибо я ему верю я там сало сейчас пойду попробую за привозить я попробую я попробовала А ты попробовала, я хочу показать. На самом деле, чистая филе, ты понимаешь? И очень-очень-очень вкусная. Даже я могу жевать минус один жевательный. Ваши девушки. Я твоя девушка. Девушка. Чтобы меня тачку не угнали, пока мы с тобой пробуем. Все, мы, короче, до сала сегодня не дойдем, да? Нет, дойдем. Я пойду за салом. Делиться кусочек. Сейчас оборзим. Е-мое. Договорились. Бери курочку. Что, сегодня библиотека курочки? Эти курочки, они идут без грудин. Это эрмитаж. Ага. А есть вот такие половиночки с грудинкой, сала. А давайте нам половиночку, но с грудинкой. Хорошо. Там тебе и крылышко все. Да вот такую интересную. Вот мы ее как потрогали. Да, она блестит больше всех. Очень вкусно. Пожалуйста. На ваше усмотрение. Все, договорились. Давайте вот эту. Курочка вышла и лобами два кула. На что ты нахуй ешь? Со скидочкой, как я люблю даже поторговаться, не получилось. Наелся? Ага. У нас вы когда-то еще укрыли. Не, не, все, хватит, спасибо. Если я после вас и домой не захочу ехать. Погрызешь, Сережка, дома. А, дом на я благодарю. Все, ковченая пиратка. Я жду, жду, Сережка, когда ты скажешь вот эту фразу. Ты уже заменялся, люди во всем телевизоре сказали, оператор, ну давай ты уже денег, елки-палки, ну что ты скипованы вытягиваешь. Я хотел другое, покажи на весь мир, как блестит в Одессе куры. Отодвинься. Люди смотрят. Вот эти моменты у нас люди на канале смотрят очень медленно, потому что вот так вот накрывают стол, наливают чай, садятся кушать и включают привоз. Друзьяки, всем таки приятного аппетита и имейте шикарный аппетит. Спасибо. И вам огромное. Спасибо большое. А вы приходите. Обязательно пойдем. Сейчас мы маме дадим попробовать, она нас еще раз отправит, скажет, иди там у всех возьми по одной курицу. Я мама у нас хорошая, и вашей маме тоже огромная. Здоровочка. Сережка, давай быстренько, чтобы мы с тобой не прозевали ребенка со школы. Нет, ты меня, конечно, извини, когда ты увидел, у меня сопли потекли. Это кипец. Может, это слюни уже через нос? Так ты что, мы выходим в рай, идем. Куда он там опять попал? Опять к салу. Куда? Куда? Такое же самое, как у нас. Лешка лежит, но в развернутом виде. Слушай, а там еще тоже есть один, ухо я ее не видел. Ну, колбасы, да. Вот тебе, да. А мы увидели ее, что он сегодня как-то в развернутом виде. Это бед, бед, здравствуйте. Такое мягкое. Все, вот только чуть-чуть, буквально вот это вот наша хамон с привозом. Катю, ну, смотри. Стало, он все и ступит. Сало, 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 спорт, могила. Правильно? Как говорят? 100% Так, нас там отправили взять кусочек вкусного зельца. Сказали много, не нагреваем. Есть голова, есть язык. Вот языка сразу врешь, чем под бездегустацией не обойдешься. 100% Такой приятный послед вратовой пропасти, после сала, и сразу тебе зельц мясной. Ммм, со вкусом языка. Прелесть. Ребята, все время, короче, да, да, что я, что этот карабанчик говорил. Знаете, чего не хватает? Горчицы. Хрен. Вот этой вот Марата штуки. Хреновины. Ой, какая вкусная. Ну, подожди, ну я. А дофлена придет из-за 100 грамм, братья. 100 грамм. 100 грамм есть. Хреновина там лежит, Марат сделал. Это голова, это язык. А ты знаешь, что язык это для рта, а голова это, говорят, для здоровья. Это полезно для суставов. Так, может, бутерботом сделаем? А сколько заважить вот этот вот головиной полезный кусочек? За 100 гривен. Есть такое дело? А вот этот вот? Таня, весь не надо, Сережка. А с мамой? А давай нам для головы. А маме что надо? Для головы? Да, для головы, маме, для суставов. Это будет маме, а это будет нам. Я просто еще хочу, чтобы на сало кусочек осталось. Катюшка, а что это библиотека осталось? Иди сюда. Здесь ее столько? Ты там пробуй свой зельц, а мне дайте... Красно подходить, просто вот так вот и хочется прилипнуть к этому бочковому сало. Это молодцы вы. Ну дайте чего-нибудь вот здесь вот вкусного попробовать. Ты как это? Я хочу... Из чего-нибудь, чего-нибудь это начинает... Нет, вот меня вот это привлекает. Вот это привлекает? Привлекает это. Вот то привлекает. Это соленый почеревок. Это соленый почеревок? Да. Почем? 220. 220. Это самое дорогое, да? Ой, какое вкусное. Самая дорогая, это бочковая салонина, которую вы брали в прошлый раз. А она в какую цену бочковая? 30. Так, ты давай пробуй, там уже очередь у тебя для дегустации. Не, ну хамон... А как ее солят? В бочку кладут? Это в деревянной бочке, как в маринаде. И сколько оно должно стоять там? Две недели. Делаем большими партиями, поэтому в три недели маринаде. Всегда есть наличие. Конечно. Вторник, суббота мы завозим. А у вас и оборот тут хороший. Пару тонн за день, наверное, пролетает. Да, когда турист есть, это вообще думаешь, с утра пораньше уже все, выходной. Все продал. Так же, кто будет на привозе заходить, я всех жду. Такая матома интересная, ее тяжело с кем-то спутать, поэтому... Вы всегда в красном переднике? Всегда свежий, красивый, замаринованный лежка есть в наличии. Мне надо по кусочку, того и того. Обязательно. Дома поцелуемся. Да, вы есть. О, мне отрезали, видишь, какую красоту? Катюля, да, кусочек тебе уже отрезали и взвешиваем. Ты будешь курицу есть, а я буду сальце. Вот так вот и живем, ребята. Ну, кто что хочет, Сережка. Ну, если надо, я с тобой поделюсь, ты не волнуйся. Да я знаю, что ты мне добрый. Люди пишут, что ты мне там бурчишь, злая. Ребята, ну, это жизнь, елки-палки. Бывают по-разному. А самое главное, как ты шо, елки-палки. Ну, чтобы тебя не встыкал. Я в кастрюлю на привозе, ты пролетел. Думаю, кто-то побежал за новой партией. Пропустим, а там сало стынет. Ой, а вы знаете, Игорь просил контакт. Слышишь меня? Игорь просил контакт. Работает у вас так? Да, ну, диктуйте. Татьяна, Татьяна. Все. Игорь, это для вас. Ворюга. 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 Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Что там, Катюня, бабыка не видно? Видно, вон, вон. В далеке, вон там, шелухаж отлетает от моего карася. Идем. Сереж, мне надо мандарины. Мандарины? Да, хочу мандарины. Можно взять, давай вон там. Не, я не такие, я хочу грузинские такие. Ну, это... Ну, да, но мне кажется, что он такой сладкий будет. А я хочу кислый. Это Испания какая-то. Зельца? Нормально. Или колбасы, держи. Потому что мы после Татьяны. Ну, ты руками чувствуешь, что это оно? Ну, бери. Два килограмма. Давай на 100 гривен. Бери на 100 гривен. А нам бездача на 100 гривен. Загадите, пожалуйста. 20, 30, 40, короче, смотри. Мне скоро понадобится ананас. Я увидел, что ананас на гриле тоже можно жарить. А почем сегодня ананасы? На Новый год надо обязательно купить. Так я на Новый год пожарю. Будет тут ананас, оливье, фаршированная рыба, икорки закажи мне. Баклажаны есть? Не, не, щучий. Кабачковый давай. Ну, хорошо. Договоримся. Фаршмены наши. Да? Они сами. Голден, голден по 10. Приезжайте в Одессу. У нас есть дома яблоки, нам не нужны сегодня. Ну, такой голден не ма точно. Ну, голден не ма, но только, пожалуйста, не заваливай мне кухню. Я увидел репанное. Вот возьми себе два яблочка репанных. Брать, дай килограмм, пока она не видела. Да, даю. Давай, только я сам выберу аккуратно. А да, вот-да, рыбчик. Накидаю тебе вот этих вот самых трескальных. Она просто яблоков меня не очень понимает. Да, интересно, а в чем я, по твоему мнению, понимаю? Не, ну, есть моменты. Не, ну, какие вот, давай, расскажи. Ну, расскажи, чего. Расскажи на телевизор. Мне вот само интересно послушать. О, килограмм, все. А? Ну, ладно, поехали, там уже... Это его особенность такая съезжать с базара. Ну, да, ты здоров. Так, я жду. До свидания. До свидания. Я уже успел, короче. А я по-здорогу. Грушу вчера она взяла, да? Ты взяла че? О, я вчера такую дорогую взяла. А сейчас сколько? По чем ты взяла? По 40. Эх, она вчера по 40, а у тебя по 25. Катюша, потому что грушу надо только на привозе покупать. А я на привозе купила. Не обманывай. Не обманывай. На оптовом ты вчера была. Я на привозе купила позавчера, когда мы с тобой поругались. А вот что так разно? Так получилось. Ребенка в школу, Ульянку в садик, сами на привоз. И сейчас опять едем уже Елисейку забирать, короче. Все как всегда, круговорот. В работе, да? Да, в работе. Оказывается, мы еще и поругались. Было такое, чуть-чуть. А, что запамятное, я уже не помню ничего. Здравствуйте, мам. Здравствуйте, дорогой. Чеснок домашний. Грибочки маринованные. Все, пока в списке. Нет, короче, да, спасибо огромное. Пока-пока. А, пока-пока. Ну, я вообще на привозе купила, в принципе, нам не надо. А уезжаем. Что с ней делать? То же самое, что и цветная капуста. Только, ой-ой-ой. Она красивая. Она более идет нежнее, более сладче идет. Можешь к самой не тратить? Да, да, да. Это египетская. Прям с Египта приехала? Да. Катюня, она, слышишь, упругая такая. Может, тебе там и массировать что-то. Себе там чего-нибудь. Нет, она просто после стилила массаж. А по чем такая тратить? 25 грамм за килограмм. За килограмм. Ох ты, полезная ты вещь. Спасибо. Хорошо, в другой раз ее попробуем. Ты запомнил, как называется? А? Я говорю, запомнил, как называется? Амфора? Что тут непонятное? Амфора, она и в Египте, и в Африке на привозе тоже. Поехали. Все, вам, чтобы до обеда все продали. Спасибо. Спасибо, хорошего дня. Я хотел сказать вещи, а я уже нашел. Вот она, плоская. Будем? Да, да. Для турбированной терки. Ну да, картошечку. Одна, две, другая нет. Я жду, не торопитесь. Картошечку свалим. Чулечку достанем. Что еще? И капусточку подсолим. А нам надо две красивые плоские головки. Такую терку подарили, так что берегите серебро по капусам. Это замечательно. И еще одна такая. Осталось только рецепт засолки знать, Сережка. И это подходит. Ребята, посмотрите, я правильно капусту взял? Плоская, белая, все как просили. Договорились. Ох, ничего себе, как дорого, Сережка. Грузинская лаврушка. А мы в Грузии были, а лаврушку не привезли. Все, надо будет опять съездить. Так, аккуратненько. Мы уже все взяли, Сереж? Ну, остался только карась. Ты там показала, почему есть картошка? По 13, да? Картошка по 13, редька по 15, лук по 15. Все хорошо. Если по 10. Смотри, вес точно 15, картошечка 10. Да, шикарно. Морковочка по 15. Короче, нормалек. Все, спасибо огромное. Так, огурчики 50, помидорчики 40. Помидорчики 40. А я в лесу есть по 45 целый. Посмотрите, может подойдет. Все, прелесть. Там он не гнил. Ничего, корнил. Синькие по 80. Ну, конечно, не сезон, но и цена такая же. Светная по 15. Любовь там сегодня не было, да, в заказе? Нет. Сережка, давай выбегаем. Мне уже ничего не надо, я по времени не успеваю. Все, давай. Я думаю, что по ним тоже мы уже приплыли с тобой. Приплыли, да? Да. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Да хоть где-то хорошо, что цены не меняются. 60, 60, 90, 70, 120. Середочка малосольная по 40. Так, а мы будем в гости ехать, возьмем середочку здесь, да? Свежую, сверху деньгеры. В вторник собрал. А, да. Собрал вторник. Нам на пятницу. Хорошо. Хорошо. Едем в такой, мадам, интересный гостик. Я говорю, какой гостинец взять? Какие-то там мандарины. А, это селедку разъедет. Какие мандарины? Мандарины пустите кушают. Правильно. Все, спасибо огромное. Барри, ну как тебя не любит и... Хамсичка моя. Смотри, какая спина толстая. Аньку смуть? Да не, не надо, я же не уйду потом. Все, хорошая. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Света безотказные. Эх, девочки. Пока ты не видела. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Есть, короче. Есть, есть. Я же обещала вам тоже. А, плескаются. Стой, постой. Давай сейчас. А ты мне дай вот такие взбавки, да? Да, выбирай себе сам. Пойдем, пойдем, посмотрим. Ты будешь выбирать? Пять, ведь грязный будешь. Это не грязный, это нормально. Тряпка есть, знаешь, он нормально. Фу. Смотри. Красавец, как он. Там это монстрюга, е-мое, или пованский тунец. Так, свежие поехали. А, я вся в этой рыбе. Смотри, какой. Дедушка, вот таких, знаешь, как называл? Как Сережа, фу. Краб-карась, ты поняла? Почему краб-карась? Давай, покажи. Вот дедушке спаси, потому что и карты, и карась, ты понимаешь? Все эти карты у нас. Да. Краб-карась. Так, я уже забыл, сколько я тут набрал. А, ну, мы же перестали. Вот этот здоровый. Так, где тут? Карбанчик еще нужно. Давай, ну, давай еще один. Да, еще один сочеркивки, Фатя. Это, хорошо, ты меня не уйдешь. Понятно, понятно, понятно. Я понимаю, что договор о дороге делаем. Вот так. Давай его тоже. Сверхлянусь сюда. Слушай, я уже, наверное, лимит превысил. Давай. Попроси еще один пакет, пожалуйста. Сейчас попросим еще один, конечно. Пусть 50. Фу. Да нормально. Фу, не хочу. 9400. 9400, хорошо. Заворачивайся. 423 минуты. Гони деньги. Пройдемте. По жопе ему. А потом на привозе, знаете, вот договорился. Я просто был в тот день, договорился, и приходил в домик, и тебе сделаю красиво. По секрету. Да, сам косыкруется. Да ты шо. А почему сегодня такая по 100 гривен, да? Я за нее больше бы дал. Просто прелесть. Шаранчики. 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 А что я хотел спросить, а вы что-то уже, ну как, это не первым днем замужем. А какие самые большие вот карпы были или сомы? Вот такой интересный. О, карпы были по 25 килограмм были. Такого я тоже видел один раз, это просто ураган, блин. Ну это было вообще... При царе горохи, да? И я еще был пацаненком в Дунае такого, как выловили. Катюша, вот такая шелуха, вот такая. Вот, не буду брехать, вот такая. Карп? Карп. Сом, вот сколько я занимаюсь рыбой, 32 года уже, самый здоровый был у меня на 370 килограмм. 370 килограмм? Снимайте перчатку или дайте я поцелую прямо в перчатку. И что вы с ним делали? Это вообще перфец. А что, пускай резал год, помогали ребятам на берегу, резали кусками, выделали. Смотри, у нее под одной перчаткой, а другая. Целуй! Ну правильно. Потому что я когда сома вашего готовил, сказал, что я тогда рассказываю, что бывают такие сомы, там и 200, и 300 килограмм. А человек при жизни, видишь, вот такой вот видел. Она же написала, я читала этот, как это было? Комментарий. Комментарий, да. Келена, где такие где-то лежали. Есть, есть. У нас на берегу был гибаркадер старый, там ресторан был такой, возле завода стоял. Потом он со временем, конечно, там покосил его, что-то такое, и его плавкраном с места на место передвинули. И под этим рестораном всплыла машина, там, как я говорю, брехать не буду, тонны где-то на пол, вот такой агрегат. А он тоже так же, как у нас в аквариуме, живет вот так вот, в таких укромных местечках? Не, ну если называть Дунай огромным, он там широкое место, там глубина. В ямах? Да, у нас широкое место, 20 метров глубина, понимаешь? Мы не можем, если он нарастает на большой, и вес, и длина у него там приличная, он уже с ямой не может... Да, 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 он уже такой себе. Это вот у рыбаки уже... Катюня, когда ты в таком размере, имеешь шикарный рот, тебе уже не надо бегать, уже рыба сама к тебе бегает. Открыл, заплыла и закрыл. Это ты по себе знаешь, да? Нет, это я в том плане, что Сомы у нас на самом деле, это не просто легенда, вот такая серживая история. Баба Катя, еще раз вам спасибо. Ты шо, блин, вот эта машина, а? В Голливуде. Какая женщина, какая женщина! Лидочка, салют, какая женщина! Салют, всем привет! Апиран, говори, тебе привет! Здравствуйте, Лида! Так, переходим? Она должна сняться на ходу. Да, да, ее никто не везде... Я ничего не думаю, я, пожалуйста... Салют по походочке! Сережка, прекращаем карася, жарим, переходим на белого огура. Лидочка, не могу, может, мы и дети, короче, и переключатся, но я вот у меня, ну, руки в шикарах, только третий. Не хочется, короче, елозить его и жарить. Салют на зарочке. А, ну, чуть служить, друзья. Ликуванчик, как дела? Низа, с лесом слухи, всегда прячется, а сегодня появилась. Только брови! Ещё пару лет, и вы читаете, вы читаете, вы читаете, это величие, да. Просутите. Хорошо, всё, погнали дальше, до сюда, летим. Всё, давайте, удачи, всех благ. Не мёрнете, приятного аппетита. У нас всё хорошо, картошку. Что вы там едите? Селоточка нарезанная. Картошку с селёдкой. Смотри, Лида, главный повар на приходе. Коллектив голодный у нас не бывает. Не останется. Всё у нас чики-пики. Кто хотите, заходите, накормим, напоим. Сто процентов. Сто грамм нальёте? Да нет, сто грамм и не уйдут отсюда люди. А ещё есть дела в Одессе. Всё, хорошего дня, пока-пока. Удачи вам. Да, со всеми поздороваемся. Да, уже попрощайся, я уберу телефон. Да. Всё раз напоминаю, не попрощайся, а говори до свидания. Говори до свидания. До скорых встреч. Друзья, я сегодня от всей души гулял по этому интересному привозу, разговаривал с замечательными, удивительными, весёлыми людьми, которые есть только в Одессе, правильно? Ну а если ты вдруг, а, что я хотел сказать, находишься не в Одессе, но чувствуешь себя одесситом, ну, не количество квартирно-деребасовское делает тебя одесситом, понимаешь? Это состояние души. Одесситы со всего мира. Объединяйтесь, пишите комментарии, скажи, Липован, таки ты прав. Давайте, от всей души, с приветом и с привозом. Всем пока-пока. Чао.